Министерство социального развития, опеки и попечительства организовало выставку работ жителей Братска по заключенным социальным контрактам. С достижениями братчан познакомились губернатор Игорь Кобзев, члены правительства региона, депутаты законодательного собрания, мэры и главы муниципальных образований области. Лидерами по количеству заключенных контрактов являются Братск, Иркутск и Ангарск. Всего в 2022 году планируется заключить 7538 контрактов. По словам главы региона, по поручению президента России Владимира Путина, на 100 тысяч рублей увеличили единовременные выплаты по социальному контракту на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. В рамках работы регионального совета Иркутской области проводим выставку соцконтракта 38. Это мера социального поддержки для граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. За полтора года заключили более уже 13 тысяч социальных контрактов. Иркутская область является одним из лидеров Российской Федерации. Тайтурскую среднюю образовательную школу ждёт ремонт и строительство дополнительного здания. Сейчас заменяют аварийный пол. Также хотят перенести пищеблок со второго на первый этаж для повышения качества питания школьников. На эти цели предусмотрели более полутора миллиона рублей. В планах на следующий год ремонт кровли, фасада. Разрабатывается документация для переоборудования спортзала. Но всё же самой острой проблемой остаётся переполненность учебного заведения. Проектная мощность рассчитана на 320 человек, а обучается – 670. Завершить проектирование и пройти все необходимые экспертизы по строительству пристроя планируют до конца этого года. Проектную мощность дополнительного здания школы рассчитали на 450 мест. Объединять старое и новое здание будет тёплый переход. Средства на строительство выделяют в рамках федеральной программы модернизации образования. Компания развалилась просто. Мы, конечно, в рамках закона всё сделали по ним. Теперь они внесены в чёрный список. Но мы проторговали уже, определили нового подрядчика. Очень короткий срок обозначили ему на основе тех материалов, которые были наработаны. Это уже наша была продукция. Труды мы забрали себе. И подрядчик должен сейчас всё провести по новой и запроектировать нам всё-таки это здание». Администрация Усть-Кута и субъекты профилактики проводят патрулирование в местах неорганизованного отдыха у водоёмов. Цель – проведение разъяснительной работы и предупреждение несчастных случаев на воде. В первом полугодии 2022 года на водных объектах Иркутской области зарегистрировали 72 происшествия, в результате которых при различных обстоятельствах погибли 42 человека. К сожалению, в городе нет специально оборудованных мест для купания, а желающих освежиться в воде много. Среди них и подростки, которые часто уходят на реку без присмотра взрослых. И такие случаи чаще всего имеют печальные последствия. «Для предотвращения несчастных случаев на водоёме. Проводим беседы с родителями, выдаем им памятки, предупреждаем об ответственности за оставление детей одних без присмотра водоёмов, потому что вода, река и водоём – это зона повышенной опасности». Более 600 старшеклассников заняты в трудовых отрядах. Школьники помогают привести в порядок помещения образовательных учреждений, участвуют в ремонте, высаживают растения. В школе номер 4 работает 10 человек. Перед тем, как устроиться, они прошли медкомиссию, открыли личный сберегательный счёт и завели трудовую книжку. А главное, за свои старания в конце месяца школьники получат зарплату в пределах 5000 рублей. За всю летнюю кампанию в Ангарском округе через трудовые отряды пройдут 615 подростков. Наибольшее количество желающих заработать деньги своим трудом пришлось на июнь. Почти 300 человек. В июле трудовые отряды организовали в 12 образовательных учреждениях, в том числе и в отдалённых территориях. Желающих поработать ждут и в сентябре. «Очень важно в данный момент нам поддерживать малообеспеченные семьи, потому что таким образом они учатся трудиться. И если что, они могут тебе же на карманы деньги оттуда взять, не беспокой при этом родителей». В новом храме Южного Подуна начались регулярные службы. 12 июля – День апостолов Петра и Павла. В православии они считаются первыми среди последователей Христа. Молебен в их честь провели в новом храме, который возвели относительно недавно. Строили сами, на пожертвования. Здание каркасное. Использовали дерево и базальтовые плиты. Храм компактный, но полноценный. В нём есть всё, что необходимо для проведения служб. Освещение нового здания состоится, предположительно, 21 августа. К этому времени постараются сделать крыльцо, облагородить территорию. В будущем будет звонница, а на земле – детская площадка. «Каждую субботу в 8.30 будем здесь совершать божественную литургию. Храм будет открыт. По расписанию мы сейчас расписание ещё выработаем. Вывешиваем здесь на дверях храма, чтобы люди могли прийти, поставить свечи о здравии, о покоении, написать записки. Также в этом храме можно будет совершить и отпевание, и крещение, и венчание». Субтитры создавал DimaTorzok